Стоит отметить, что это один из немногих вариантов и, на мой взгляд, лучший вариант в ценовой категории до 250 тысяч с радиомодемом. Всем привет! С вами Александр Устинов и сегодня у меня на распаковке ГНСС-РТК приемник Принц-Е-Ай-50. Поставляется приемник вот в таком компактном кейсе. В комплекте у меня сам приемник. Приемник исполнен, видимо, на блока. Сейчас я расскажу о нем подробнее. Две аккумуляторных батареи, зарядное устройство на 4 батареи, адаптер для зарядного устройства, контроллер HCE320 с кабелем и адаптером для зарядки. Крепление контроллера на веху, 3-х метровая рулетка, кабель USB-мини-USB для передачи данных, радиоантенна, кабель внешнего питания, а также кабель 7-пиновой лема на ком-порт для подключения внешнего оборудования. И пластина для измерения высоты приемника. Теперь подробнее расскажу о самом приемнике. Приемник имеет панель управления. На панели управления 6 индикаторов и 2 кнопки. Кнопка включения-выключения и функциональные клавиши. Что интересно, есть 2 индикатора питания. Один для одной батареи, второй для другой батареи. Батареи размещаются в батарейном отсеке. Здесь же имеется слот для сим-карты. Приемник имеет встроенный GSM и радиомодем. Стоит отметить, что это один из немногих вариантов и, на мой взгляд, лучший вариант в ценовой категории до 250 тысяч с радиомодемом. Приемник создан на базе платы Unicore FB482 на 432 канала. Также может поставляться с платой на 576 каналов. Работает по четырем основным спутниковым системам с частотой позиционирования до 10 Гц. Приемник имеет веб-интерфейсы, встроенный электронный уровень. Объем внутренней памяти приемника 8 ГБ. Вес приемника без аккумуляторных батарей 1,290 кг. Степень пылевлагозащиты IP68 выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты 2 метра. Рабочая температура приемника от минус 40 до плюс 70 градусов. Работает приемник от двух батарей, есть возможность горячей замены. Время работы от одного заряда батарей до 12 часов в статическом режиме. Снизу приемника имеется порт mini-USB для передачи данных, а также 7-пиновый лема RS-232 для подключения внешнего оборудования. Также снизу имеется разъем для радиоантенн. Итак, это была распаковка и краткий обзор технических характеристик ГНСС РТК приемника PRINCE-I50. Также я планирую провести полевые тесты данного приемника. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, оценивайте данное видео лайком или дизлайком, пишите комментарии. С вами был Александр Устинов. Всем пока!